Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Наши друзья, надежда, опора, помощники во всех наших начинаниях. Их ряды шире, а дела больше. Лидеров «Анапского волонтерского движения» поздравили с профессиональным праздником. Самое главное, чтобы дети развивали свою творческую фантазию, чтобы они учились работать со словом. 13-летние публицисты, поэты и прозаики. Юные литераторы представили на суд жюри свои недетские работы. Характер такой. Все зажигает. Самому хочется встать и идти на сцену. Зажигательный концерт с кавказским акцентом. Анапчане овациями встретили фольклорный ансамбль «Нохчо» из Чеченской республики. Свод правил единый для всех. Сегодня на очередной 37-й сессии Совета депутаты единогласно проголосовали за утверждение правил благоустройства территории муниципального образования город-курорт Анапа. Требования к внешнему облику предприятий потребительской сферы, в том числе содержанию фасадов и кровель, зеленых насаждений, к порядку организации уличной торговли и санитарной уборки территории – все это включают в себя правила благоустройства. Правила благоустройства обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, иными хозяйствующими субъектами, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющей свою деятельность на территории муниципального образования город-курорт Анапа. Без этого основополагающего документа невозможно было приводить в порядок и улучшать состояние общественных территорий, районы и дворы многоэтажной жилой застройки. Теперь муниципалитет может участвовать в программе по формированию современной городской среды. Это не только программа «Комфортная среда», это правила для всех, и для депутатов, и для жителей, и для работников, для всех. То есть мы должны особлюдать те правила, которые мы сами принимаем. Раз мы принимаем, мы со всем осоглашаемся, значит нам неукоснительно нужно идти к тому, чтобы соблюдать эти правила и город-курорт приводить к какому-то нормальному состоянию, правильно или нет? На то, чтобы это был город-курорт, к этому надо стремиться в первую очередь. Совет депутатов рекомендовал администрации представить правила благоустройства на советах общественности в сельских округах, проинформировать граждан об основных положениях документа. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа-регион. Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко с рабочим визитом побывал в Анапе. Вместе с главой курорта Юрием Поляковым он проинспектировал ход строительства тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года. Первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и глава города-курорта Юрий Поляков вновь на строящихся спортивных объектах. В Витязево докладывают, монтаж теплотрассы закончили, сети водоснабжения и канализирования готовы. На следующей неделе рабочие планируют приступить к преске водопровода и газопровода в существующие точки подключения. В Анапской будет еще один современный стадион. Здесь также готово футбольное поле, строится подпорная стенка, после чего подрядчик приступит к строительству площадки под зрительские трибуны. Андрей Алексеенко выясняет все детали рабочего процесса. Заказчик работ – управление строительства Краснодарского края. Контроль самый строгий. Еще один объект, который сегодня в прицеле внимания краевых властей – напорный канализационный коллектор. С подрядчиками первый вице-губернатор обсуждает сложности подключения всей системы. Что нужно сделать? Вот 15-го числа вы мне докладываете, какой минимальный необходимый набор мероприятий и оборудования вам нужен для того, чтобы вся вот эта система заработала. Это же строилось для чего-то, правильно? Для того, чтобы систему канализования в значительной степени улучшить, повысить надежность, увеличить объем продукции. Поэтому сядьте, посчитайте, посмотрим, чем мы сможем помочь. От муниципалитета взаимодействие с подрядчиками осуществляет Анапский водоканал. Ольга Родина, Роксана Бакуменко, Александр Кореневский, Анапа. Регион. В Анапе чествовали самых отзывчивых, добрых и бескорыстных людей, которые всегда приходят на выручку к ближнему. Принимают участие в организации проведения городских мероприятий, безвозмездно помогают делать курорт чище и краше. 5 декабря в России отметили День волонтера. С этого года он учрежден официально. Так что у анапских добровольцев теперь есть профессиональный праздник. Волонтер – это не профессия, а состояние души. Так считают участники Анапского волонтерского движения, которые собрались в филиале Сочинского университета, чтобы поздравить друг друга уже с официальным праздником. Юноши и девушки – люди среднего и серебряного возрастов. Для них всегда есть дело, которое их объединяет. Волонтеры Анапы, волонтеры серебряного возраста – это наши друзья, надежда, опора, помощники во всех наших начинаниях, во всех мероприятиях. Я хочу поздравить вас с этим событием, пожелать вам огромных успехов в дальнейшем. Волонтеры трудятся в разных областях. Они помогают старикам, детям, спасают животных, участвуют в организации праздников и международных событий. Отличительная особенность в том, что они не берут взамен ничего. Все это они делают из лучших побуждений. И сегодня ряды анапских волонтеров существенно расширились. Новичкам были вручены волонтерские книжки. Ангелина Михайлова – числе счастливых добровольцев. Сбылась ее давняя мечта. Мы с подругами давно хотели попасть к волонтерам. Пришли, записались. Нам припочли книжки. И мы такие радостные, круто. У нас теперь есть книжки. Также волонтеров поздравила с праздником председатель территориальной избирательной комиссии Анапская Татьяна Завизион. Она особо отметила работу движения во время предвыборных и выборных мероприятий. В 2018 году предстоят выборы президента. А это значит, что помощь еще понадобится. Очень здорово, что добровольцы в нашем муниципальном образовании принимают активное участие не только в каких-то акциях по уборке города. Но сегодня это и очень серьезная работа по информированию избирателей в рамках подготовки различных избирательных компаний. А также по реализации избирательных прав инвалидов на избирательном участке, когда люди с разными ограниченными возможностями требуют помощи на избирательных участках. И это у нас уже не первый опыт взаимодействия с волонтерскими отрядами на территории нашего муниципалитета. В этот праздничный вечер самым активным участникам волонтерского движения вручили почетные грамоты, благодарности, сертификаты и дипломы. Анапские добровольцы – это не просто коллектив. Это настоящее боевое звено, которое по первому призыву приходит на помощь. Это те люди, которые всегда готовы мобильно оказать помощь, приехать в любое время дня и ночи и реально помочь своим делом, какой-то помощью и так далее. У нас в этом году достаточно много новых проектов в рамках сферы добровольчества. Это и волонтерская школа «Территория добра». И был проведен первый муниципальный волонтерский форум в этом году, который охватил 120 человек. Сейчас волонтерское движение Анапы готовится к чемпионату мира по футболу. Ребята учат иностранные языки, изучают основы сервиса обслуживания иностранных гостей. Но самое главное – знают, что у них обязательно все получится. Руслан Душевский, Анапа-регион. Почетными грамотами и благодарностями отметили и добровольцев, помогающих обеспечивать правопорядок на улицах города. Награждение состоялось в администрации на заседании Координационной комиссии по профилактике правонарушений и штаба по координации деятельности народных дружин. По итогам ежегодного смотра конкурса на третьем месте – дружина местного отделения ДСААФ. На втором – предприятие «Водоканал». Лидером уже не первый год становятся народные дружины Анапского городского казачьего общества. Казакам вручили переходящий вымпел и денежную премию. За активное участие в работе народных дружин и охране общественного порядка дипломами и премиями также были награждены «Хлебокомбинат», «21-й век», «Зеленстрой» и другие предприятия города. Желаю вам и в семьях, и в коллективах ваших, чтобы было вот такое патриотическое чувство по отношению к малой родине, и чтобы на наших улицах всегда было царило спокойствие, мир и благополучие. Спасибо вам большое. В продолжение заседания исполняющий обязанности начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и общественными объединениями Игорь Макаревич отчитался по работе за 2017 год. За 11 месяцев проведено 78 заседаний. На них рассмотрен 321 гражданин, в том числе 274 профилактируемых лица. Было отмечено, что комплекс совместных профилактических мероприятий способствовал поддержанию стабильной оперативной обстановки, обеспечению правопорядкой и общественной безопасности на территории Анапы, особенно в период курортного сезона. С единственным концертом в Анапе выступил фольклорный ансамбль «Нохчо» из Чеченской Республики. В программе «Самые яркие номера». Концерты – часть программы культурного обмена, а также элемент народной дипломатии. За полчаса до начала концерта холл городского театра заполнен. На сцене и за сценой последнее приготовление. Считанные минуты назад ансамбль приехал на автобусе из Краснодара, где также выступал с концертом. Кавказ начинается сразу за Анапой. Луиза Архипова живет в городе-курорте второй год. Переехала из Карачаева-Черкесии, где занималась дагестанскими танцами. Если смотреть лакские движения, то рука в основном именно ладонь. Даргинский – большой палец. А также чеченские танцы очень отличаются своей плавностью. Особенно, когда девушки плывут как лебеди, это очень красиво. Мне нравится танцы, увлекалась как-то, мне стало интересно. Характер такой, все зажигает. Самому хочется встать и идти на сцену. Нохчо, так называют себя сами чеченцы. Также называется коллектив, которому в прошлом году исполнилось четверть века. Базируется в Грозном. Основа репертуара – народные песни и танцы. За некоторыми ездили в отдаленные аулы к старожилам. На гастроли по российским городам постарались отобрать самые яркие и запоминающиеся номера. Этот концерт, он проходит в рамках гастрольного тура с Россией на века. Это специальная программа. Практически все номера, они раскрывают наши традиции. В каждом танце можно увидеть какую-то историю. Она раскрывает наши обычаи старинные, которые с поколения в поколение передаются нам. Композиция называется «У родника». Источники – традиционное место, где было принято назначать свидание и знакомиться с девушками. Горловины их у вшинов выше, чем у тех, с которыми ходят замужние женщины. Такое общение поощрялось, но вести себя нужно было крайне сдержанно. На сцене – Седа Шамсадова и Лом Али Шахбиев. В конце ноября они завоевали гран-при международного фестиваля «Фолкдэнс», который проходил в Сочи. Лом Али – 18. В хореографии он занимается с пяти лет, три года, работает в ансамбле и учится в колледже, где изучает танцы других народов. Русский, украинский есть, молдавский. У них есть веселые, они игриво танцуют. Лизгинку Лом Али непрерывно может танцевать 15-20 минут. Этому учатся годами. Даже если танец плавный, напрягается каждая мышца тела. Труд и умение выкладываться на сцене на все сто, а навчане оценили по достоинству концерт. Часть большой программы культурного обмена между регионами в Чечне кубанские коллективы встречают как кунаков. Это больше, чем гость, по-братим. А задача проекта в целом – создание единого культурного пространства и развитие народной дипломатии. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа-регион Анапчан приглашают принять участие в разработке макетов стел на въездных в город-трассах. По поручению главы Анапы Юрия Полякова, к новому курортному сезону приветственное оформление на въездах в город должно обновиться. Причем разработкой дизайна могут заняться не только архитекторы и дизайнеры, но и все, кто хочет внести личный вклад в формирование нового имиджа курорта. Принять участие в проекте могут граждане, достигшие 18 лет. Стелы должны быть разработаны в едином стилистическом решении и учитывать возможность размещения герба города, а также архитектурно-художественное освещение в темное время суток. Работы принимаются на электронный адрес в СМИ собака-анапа-официал.ру с пометкой «На конкурс» до 15 января. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте городской администрации. Юные поэты, прозаики и публицисты представили свои работы на литературном конкурсе исполнителей собственных произведений «Вдохновение». Это второй этап конкурса. На заочном туре жюри из представленных 72 произведений отобрали лучшие. Их конкурсанты и прочли со сцены. Песня о любви к родине и природе, история о школьных буднях, трогательная лирика, волшебные сказки и даже фантастика. В выборе тем школьники не ограничены. Работы оценивались в четырех номинациях – поэзия, проза, публицистика и авторская песня. В конкурсной комиссии известны в Анапе литераторы – члены Союза писателей России Сергей Левин, Ольга Хомич и Ирина Иваськова. Перед ними стояла непростая задача – каждая работа достойна внимания. Однако организаторы отмечают – цель конкурса не выделить лучших, а дать каждому возможность творчески раскрыться. Самое главное, чтобы дети развивали свою творческую фантазию, чтобы они учились работать со словом. Поэтому наш принцип – мы поощряем каждого участника. То есть мы выбираем лучше, награждаем первое, второе, третье места. Если есть автор на гран-при, мы даем гран-при. Ну и, конечно же, каждому участнику мы обязательно даем грамот. То есть без грамот у нас не остается никто. Павел Девольт представил философский рассказ «Спешки», в котором раскрыл тему абсурдности многих средневековых войн, где даже простое оскорбление на балу у короля могло послужить началом массового кровопролитного конфликта. Школьник углубленно изучает историю. В этом году всерьез увлекся и литературой. Я уже давно очень хотел стать писателем. И с начала этого года я начал этим заниматься серьезно. Вступил в организацию литературного объединения «Авангард». Меня больше всего привлекает в писательстве то, что ты делая что-то свое, ты можешь создавать миры, делать в них свои правила и устанавливать свои порядки. Дебют юного публициста оказался более чем успешным. На конкурсе «Вдохновение» Павел получил высшую награду – Гран-при. Первые места завоевали Любовь Сербина, Анастасия Савченко, Мария Добрынина, Игорь Никитин, Марков Дюгин и Ксения Антонюк. Сразу два первых места взяла Ильяна Горковенко. Она победила в номинации «Поэзия» и «Авторская песня». Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Известный многим анапчанам гастроном «Север» расширяет границы. Теперь качественную икру, рыбу, морепродукты, а также бакалеи из Азии и Дальнего Востока можно приобрести и в районе Восточного рынка. Там на улице Парковой открылся магазин «Краб». Всегда свежая и качественная продукция. Вот секрет успеха компании, которая работает напрямую с поставщиками Дальнего Востока, а также с производителями из Аргентины, Новой Зеландии и Стран-Азии. Все товары сопровождаются сертификатами качества и ветеринарными свидетельствами. В свежести продукции здесь сомневаться не приходится. Выбор морепродуктов в «Крабе» на любой вкус и кошелек. Рыбы как для повседневного меню, так и для праздничного. Большой выбор красной рыбы, причем как в виде стейков или филе, так и целые тушки. В этом магазине огромный выбор деликатесов. Камчатские крабы, кстати, настоящее крабовое мясо для традиционного новогоднего салата, можно тоже найти здесь. И гребешки, мидии, кальмары, большой ассортимент креветок и лангустин. Очень редко и необычно на праздничном столе будут смотреться также каракатицы и осьминоги. Самый ходовой продукт в преддверии праздников – икра. Черная и красная, весовая и в банке. При покупке в этой сети и в гастрономе «Север», и в магазине «Краб» можно быть уверенным, что один из главных деликатесов праздничного стола будет свежим, качественным, полезным и, конечно, вкусным. Особого внимания заслуживает и бакалейный отдел. Если есть желание удивить гостей и домашних блюдами азиатской кухни, тогда не обойтись без совы, пасты и соусов. Соленые, слабосоленые, органические соусы натурального брожения, с кусочками перца чили, а также уксусы и масла – весь ассортимент просто не перечесть. Для чаепития в кругу семьи или гостей также пригодится чай – залог достойного завершения вечера и кофе. Для десерта – интересные консервированные экзотические фрукты из Таиланда. Уже третий год мы успешно развиваемся и многим людям знаком и полюбился наш магазин «Север». Открылся на данный момент новый магазин «Краб» в районе Восточного рынка. На этом мы не останавливаемся, планируем развиваться и дальше. Все многообразие гастрономических изысков и продуктов для шедевров праздничного стола ждет вас в магазине «Краб» по адресу Парковой, 74, с 9 до 20 часов, без перерывов и выходных. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр «Анап-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok